привет всем я рада всех вас приветствовать на сегодняшнем нашим субботним вечерей давайте устроимся все поудобно поудобней что же сегодня будет на нашем на сегодняшнем нашем вечере ну во первых я хочу сказать я всех приветствую вас здесь пожалуйста организуйте себе так место сделайте его таким чтобы вас не беспокоили не ваши электронные приборы и тем более ваши домочадцы а если ваши домочадцы хотят побыть возле экрана то конечно пригласить их тоже может быть это нужно и так мы начинаем через несколько минут а сейчас послушайте просто итак настройтесь на медитативный вклад я надеюсь все готовы закройте глаза глубоко вдохните себя и выдохнув представьте что вы стоите возле бескрайнейшего океана голубо-белого света голубо-белого света на вас одеты тяжелые одежды вашего повседневного дня мы будем с вами вместе снимать эти одежды одна за другой освобождая наше физическое и энергетическое тело снимите пожалуйста одежду борьбы борьбы ненужной борьбы и положите на берег снимите одежду суеты rolle и клей и клей и Grü и клей и клей и клей и SQL снимите одежду к你是 пыль а разочарование, и положите на берег. Снимите одежду, беспорядок, грязь, и положите на берег. Снимите одежду, недоброжелательство, и положите на берег. Вам сейчас приходят ваши мысли, это ваша энергия. Снимайте в себя эти мысли, снимайте себя как одежду, как негативную энергию, и складывайте здесь на берег. Освобождившись от этой негативной одежды, мы налегке ходим в эту прозрачную воду. И полностью растворяясь, глубоко вдохните в себя, и выдохнув, придите сейчас, сегодня, на нашу встречу. Итак, сегодняшняя наша встреча, я надеюсь, все здесь. Итак, сегодняшняя наша встреча. Такой теме, как негативная и позитивная энергия. Что же такое негативная и позитивная энергия? Что представляет она собой в нашей жизни? Ну, мы знаем эти две энергии очень хорошо. А осознаем ли мы, для чего они существуют в нашей жизни? Я не открою вам секрет, если скажу, да, позитивные вещи нас взращивают. Но так ли это на самом деле? Когда вы находитесь только в позитивных мыслях? Вы довольны собой, у вас все хорошо, у вас все замечательно. Разве вам хочется двигаться? Да, наверное, есть ряд людей, которые двигаются дальше. Но большинству все-таки у нас есть такие энергии, как лень, как насыщение собой. Может быть, эго или какие-то другие. Как я написала здесь на странице «Всё в нас». Очень часто мы думаем на негативную энергию, которая приходит в нашей жизни, в наших ситуациях. В тот момент, когда она приходит, мы ощущаем боль, мы ощущаем страх, мы ощущаем потребность, надо что-то делать. И это, пожалуй, самое главное. Негативная энергия, как некий движок, разрушая всё прошлое, всё отжившее и ненужное, толкает нас дальше из-за различных ситуаций жизни. Примеры я могу привести прямо на себе. Когда-то, когда я не так много знала о пиэнергии и только начинала учиться, моя жизнь стала стремительно меняться. И так случилось, что старая работа, или, скажем так, то место, на котором я была, там больше не хотели, чтобы я там была. И мне создали все великолепные условия, чтобы я ушла. Казалось бы, очень ужасная ситуация. Вас внезапно выкидывают с работы. Сейчас, осознавая свой путь, я могу сказать спасибо наверх, что это случилось. Потому что, когда у вас всё удобно и всё замечательно. Может быть, у вас не всё замечательно, но удобно. И привычка – это очень мощная энергия в нашей жизни, которая служит определённым тормозом. Тормозом для движения, тормозом для новых идей, для каких-то свершений. Конечно, когда приходит такая ситуация, встает масса негативных энергий, обиды, может быть, низкой оценки за тем. Ещё какие-то энергии. Если вы слушаете мои передачи, то я просто не хочу повторять. Мы проходили тему эмоций. У нас была также тема привычка. Всё это вы можете пройти, записавшись или заказавши курс «Вечерние медитации». Вы получите целую серию наших медитаций и тех занятий, которые мы уже прошли. Поэтому я не буду как бы объяснять, как эмоции, что происходит, как убрать энергию привычки. Мы сосредоточимся именно на этих двух энергиях. На определённом уровне осознания нет негативного и нет позитивного. Это представляет собой единое целое, которое призвано развить человеческое сознание. Или я бы так сказала, земное сознание. Толкнуть его на движение, на какие-то новые идеи. Если вы довольны и всё у вас хорошо. Нет, это хорошо. Но, как можно сказать, движухи в жизни нет. Начинается какое-то болотце. Создаётся на этом месте. Не сразу, постепенно. Из-за этого рушатся отношения. Из-за этого любимая работа становится нелюбимой. Из-за этого происходит очень множество событий. И сегодняшний как раз вечер призван для того, чтобы вы осознали, что те негативные события, которые происходят в вашей жизни, абсолютно не негативны по своей натуре. Просто если вы попали в какое-то место, из которого вам нужно уйти, вам сверху создают особую ситуацию, приглашая в вашу жизнь негативную энергию, которая начинает выталкивать вас на вашу дорогу. Выталкивать вас из рутины. Выталкивать вас из болота. Конечно, не все сидят в болоте. Есть такие, которые развиваются, и такие, которые успешные. Но, наверное, таким и не нужно сюда слушать меня. А может быть и нужно. В каждом успехе заложено свое движение и свое разрушение. Любой ученый знает, что он не создаст ничего нового, Если он на самом деле хочет создать что-то новое, ему необходимо... Ему просто необходимо отказаться от каких-то старых изученных идей, от какого-то древнего мышления, от какого-то уже отработанного кем-то угла зрения. И мы все, впуская в себя энергетический поток, который идет из космоса, можем получить новые идеи, сделать новые свершения. Проблема в том, что идеи приходят очень часто, а вы часто идете исполнять ваши идеи. Вы записываете их на бумаге, ведь идеи не ваши. Они просто попали энергетическим потоком в ваше сознание, ваше физическое сознание. Но если вы в этот момент не заметили этого, не умеете сразу раскрыть и обработать эту информацию, то та замечательная идея, не поддержанная на физике какими-то действиями, уйдет, просочится сквозь ваше физическое тело и уйдет в землю. Или уйдет к другому, тому, который эту идею раскроет. Потому что энергетическая информация одна для всех. И кто-то настроен на неё и настраивает по жизни своё физическое тело, как приёмник на приём тонкой волны, а кто-то настраивает на грубые эмоции, а у кого-то вообще приёмник испортился и брахли. Да кому-то, может быть, этого и не надо. Итак, негативная энергия это мотор развития. Вот такой парадокс. Ничего не создаётся во Вселенной. Перед этим не разрушаюсь. Без разрушения нету созидания. Вдумайтесь в эту мысль. И тогда вы поймёте, вы осознаете многие события. Вы будете смотреть на многие вещи по-другому, с другим осознанием жизни. Вы будете смотреть на негативные вещи, такие как войны, такие как насилия. Нет, я вас не призываю смотреть по-другому, но попробуйте. Все мы живём не один раз на этой планете Земля. Это своеобразная школа для развития нашего сознания, для развития. Для развития... Нет, души нашей не надо развиваться. Она развита. А нашему сознанию требуется развитие, требуется превоплощение многих жизней, чтобы прийти к осознанию того, что всё просто. И нету разделения на плюс и минус, а есть просто соединение. есть просто нейтральная энергия, которая мощным потоком идёт на Землю. И только человеческий мозг, человеческое земное сознание, опираясь на опыт прошлых событий, опираясь на опыт своего подсознания, делит эту энергию своими эмоциями, своими реакциями, придаёт этой энергии либо негативный, либо позитивный характер. есть какие-то вопросы? Если есть какие-то вопросы, то пишите в чате. Здесь под нашим плеером находится замечательный чат, в котором вы можете написать ваши вопросы. желательно по сегодняшней теме. Я приведу ещё пример. И скажу, что на собственном примере очень трудно человек отпускает. Но это очень полезное качество, которое можно выработать в медитации, затем уже предотвращая это в свою физическую жизнь. Есть медитация по отпусканию замечательной медитации, которая замечательно работает и просто меняет вашу жизнь. Иногда даже независимо от вас. Как я уже говорила на прошлых наших занятиях, мы не кончаемся этим физическим телом. Конечно, мы должны его беречь, холить, как некую машину и менять колёса и менять какие-то технические детали, полировать и так далее. Но нужно всегда осознавать, что вы тот, который внутри и тот, который снаружи. Вы намного больше этой физической машины. Вы намного сильнее и осознаннее. И поэтому вы можете выйти из этой машины посмотреть на многие вещи с другого ракуса. Может быть, с ракуса наблюдателя. Тогда многие конфликты, которые происходят в семье, на работе, какие-то личные конфликты с друзьями, многие энергии отпадут из вашей жизни и заставят вас посмотреть на жизнь совершенно другими осознанными глазами. например, когда вы что-то построили и это работает, ну, по вашему мнению, по вашему, скажем так, физическому мнению это работает. Ну, вы привыкли, что это так работает и в общем-то вы не готовы что-то менять. Приходит Высший мир, говорит, так, он заострял, пошлём кумы туда немножко шефа с негативным мнением или просто какое-то событие, которое ваше, так сказать, творчество, не ваше творчество, а то, что Вы сделали, ну, грубо говоря, каким-то случаем сметю. И вот тот момент, когда это происходит, если Вы неосознаны, Вы начинаете впадать в депрессию, у Вас начинается паника, может быть. Вы посылаете проклятия, Вы не поймёте, за что это, и зачем это, и кто это. Преимущественно, если Вы знаете, что это определённый человек, то Вы естественно направляете все свои негативные послания на него. Вместо того, чтобы посмотреть на это по-другому, поблагодарить этого человека, сказать спасибо тебе за то, что ты часто так ломаешь, потому что это заставляет двигаться дальше. Спасибо тебе за то, что ты меня послал именно тех людей, которые меня окружают. И даже если они негативны и злые по отношению ко мне, значит, что-то есть во мне, что я могу исправить, я могу трансформировать эту ситуацию. Есть как бы два выхода. Трансформировать эту ситуацию, убирая какую-то негативную энергию из себя или поняв, что это законченная ситуация и тебе нужно идти дальше, осознав это, конечно, пройдет еще какой-то период времени, выйти из этой ситуации и пойти на новую дорогу, свою дорогу и в свою жизнь. Ну, что можно еще сказать о негативной энергии. Когда я готовилась к этой передаче, у меня было очень много мыслей. так, я записала, сейчас я посмотрю, что я записала, может быть, я что-то не передала. лам. 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 Может быть, вы захотите написать в каких-то своих ситуациях, раскрыть какие-то свои проблемы. Если вы хотите это сделать более глубоко, то приходите на мои консультации. Первая информативная беседа, я бы так сказала, проходит бесплатно, а далее консультация проходит платно. Я вас приглашаю к любым вопросам, если у вас есть какие-то затуры в жизни, если на вас часто накатывается депрессняк, так сказать. Если у вас есть боли в спине, в колене, в суставах, я приглашаю вас ко мне на мои консультации. Такое небольшое рекламное отступление. Что же можно еще сказать по этой теме? Мне идет информация, как же реагировать тогда, да, как реагировать, когда у тебя все рушится. В этот момент нужно осознать, да, рушиться. Если вы умеете медитировать, то проще всего пойти в медитацию и спросить, почему вы получите ответ. Этому тоже можно научиться. Если вы не медитируете каждый день, не ходите на мои курсы, не знаете или не ходите к другим на курсы и не знаете, как это делается, Попробуйте остановить свою злость, свою ненависть в момент того, когда у вас что-то рушится. Попробуйте посмотреть общую картину, где вы. Попробуйте спросить у себя внутренне, а почему это разрушилось? Это я не доделал, это я не досмотрел, или это пришло время, когда это нужно отпустить, а я никак не могу отпустить. Я схватился и держусь всеми руками. Мне страшно. Есть тоже замечательные техники. Приходите, научу. Я прохожу это каждый день сама. И получается, очереда нашего развития, я бы сказала, является очередой некоторых отпусканий и созидания нового. Отпусканий и созидания нового. И это своего рода, это не своего рода, это развитие, так заложено не нами, а так заложено сама жизнь, само развитие. И нужно понимать, что мы путешественники, мы маленькие ученики на большой планете Земля. И можно сказать, что эту планету можно назвать ещё школой нашего развития. Я уже говорила о сознании, о земном сознании, как оно развивается. Нужен определённое, действительно осознание, что это и есть развитие, чтобы реагировать на некоторые ситуации по-другому. Но этому можно научиться, этому научилась я. И я уверена, этому научится каждый. И тогда каждый может улучшить свою жизнь. Конечно, сейчас очень много на всех углах кричат, пойдите к нам улучшать свою жизнь. Входите к нам, и есть различные призывы. И, наверное, очень много всяческих возможностей. Я считаю, попробуйте те возможности, которые именно присущи вам, которые, где именно ваша душа раскрывается, где вы чувствуете, вам это помогает. Вот это самое главное. Ну, в общем-то, и всё. Подводя некий итог, я хочу сказать, запомните, постарайтесь это осознать. Любая негативная энергия, любая негативная ситуация. Вашей жизни. Если вы её отпускаете, если вы смотрите на неё, хотя бы нейтральной. Мало того, что она уходит из вашей жизни, она ещё вам даёт такой позитивный толчок для свершения нового творчества, новых творческих проектов и идей. Ну, тема, в общем-то, закончена. Вы можете написать свои вопросы в чате. В конце я могу их просмотреть. Сейчас я хочу вас пригласить на две интересные рассылки. Даже три, которые есть у нас на странице. Людям они нравятся, поэтому я рекламирую. Первая наша рассылка – это рассылка Земли и Света. Это основная рассылка нашей страницы. Получая эту рассылку, вы получаете полезную вам информацию, которую я сама составляю и нахожу, на мой взгляд, интересные вещи, которые помогают развиваться дальше. Я также иногда пишу свои медитации, вставлю какие-то видеоролики. Вы получаете бонусы и так далее. Решайте сами. Хотите вы или нет. И, конечно, вы получаете основную информацию по нашей странице. Следующая рассылка – это мини-курс «Шаги к себе». Сначала родилась идея создать такую небольшую брошюрку из немногих, скажем так, пунктов и описать, как просто выйти из плохого настроения, когда на вас всё наваливается, вот та негативная энергия, и как выйти из неё очень быстро. Всё проверено на мне лично. И, в общем-то, хочу сказать, достигнуты какие-то результаты, даже не какие-то результаты. Я считаю, можно сказать, хорошие, позитивные результаты. Ну и мало этого, эта рассылка как бы продолжается дальше. Она не кончается этим, этой бесплатной книжкой-малышкой, как я её люблю называть. Рассылка продолжает дальше своё существование. Сейчас у нас уже много рассылок. Рассылка приходит каждый день с определённым пожеланием от меня на ваш день и энергетическим сопровождением. Люди пишут, люди говорят, что она им помогает. Надо сказать, я люблю эту рассылку читать даже сама, потому что я понимаю, что я пишу от энергии, я пишу от Высшего Я, которое меня сопровождает. И я говорю от имени Высшего Я. Поэтому, когда проходит какое-то время, и я не нахожусь в этой энергии, тоже нормальный человек, впадая в какие-то негативные состояния, я ощущаю, что эти пожелания работают очень хорошо и быстро человека вытаскивают на поверхности, на свет. Есть у нас ещё рассылка по косметике «Мёртвое море». Я очень люблю эту косметику и предлагаю её всем интересующимся, которые не только интересуются натуральными продуктами, но также чувствуют энергетику, потому что в косметике есть определённая позитивная энергия, которая, это невозможно объяснить, настраивает Вас на позитивный лад, убирая негатив из Вашей повседневной жизни. Это косметика «Сольт энд Си» нашего партнёра из Исраиля. Я сама, как целитель, очень часто делаю себе ванны солью, очищающие ванны, именно солью для ванн, именно этой продукции. Я очень довольна. Довольны также моей домочадцей. У некоторых проходит моих клиентов сырье, если они ложат как-то туда, на поверхность кожи, эту соль. Хороши также ванны при нейродените. Я рекомендую. Обращайтесь. С удовольствием Вам всё объясню, покажу. И Вы также можете получить рассылку об этой косметике. И в данное время я со своими помощниками сейчас мы разрабатываем эту рассылку вновь, чтобы она содержала намного больше информации, именно которая нужна женщинам, ну, может быть, мужчинам. Информации по уходу за кожей, какие-то массажи, какие-то рецепты, которые мы так собираем, крупинкам и создадим, я надеюсь, хорошую рассылку. Ну, хорошо. Наш вечер подошёл к концу. И я хочу сказать, закройте снова глаза. Глубоко вдохните в себя. Возьмите всю ту информацию, которую Вы сегодня получили с этой энергией сегодняшнего вечера. Привнесите её методом выдоха в свою физическую жизнь. Живите счастливо, дружно, весело и творчески. С Вами была Лайтланд, Ольга Бюлми. Приходите к нам на землю света. Мы встретим Вас светом и радостью. Пока! Покупка? Ольга Бюлми